Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы продолжаем рассматривать Евангелие от Луки. Сегодня у нас 20 глава, и это событие уже после входа Господня в Иерусалим. Читаем. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь или кто дал тебе власть сию? Спаситель торжественно вступает в Иерусалим, и люди приветствуют его, восклицают благословен гряды во имя Господне, благословенно царство отца нашего Давида, осанна вышних, да, и потом Спаситель входит в храм. Он исцеляет тех, кто немощные, да, то есть оказывает такое милосердие, божественное милосердие к страждущим, и в то же время Господь изгоняет торговцев. Мы про это говорили, тех, кто, там вот эти звон монет, да, меняли одни деньги на другие, почему? Потому что не положено было обычными вот этими римскими монетами в храме что-то приобретать, считалось, что это деньги оскверненные, поэтому священные сикли, там на них обменивали деньги, и в том числе продавали вот этих жертвенных животных, и из-за этого вот такой шум, гам, звон монет, а это все не подходило для храмового пространства. Храм-то вообще ведь был один, единственный, посвященный единому Богу, и уж там-то могли как-то обеспечить тишину, мир, благоговение, и вот нет, оказывается, вот эта нажива, она затмевала глаза, и Спаситель изгоняет этих торговцев, все идут ко Господу, все его встречают, слушают, и вот правящие лица, первые из священников, книжники и прочие, кто считались как старейшины иудейского народа, они приходят для того, чтобы как бы провести некоторую проверку. Вообще у Синедриона были такие полномочия проверять пророков, потому что много появлялось лжепророков, и в принципе здесь не было чего-то такого, ну что как бы выходило за рамки компетенции Синедриона. Но мы понимаем, что на самом деле они были движимы завистью, и вот они спрашивают, ведь Спаситель уже многократно подтверждал свою божественную власть, а они пытаются как? Вот они говорят, скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию? То есть если своя простая человеческая власть, то есть сам от себя, то значит ты самозванец. А если от Бога, то тогда они потребовали бы, чтобы Господь перед ними совершил какое-то знамение, но Спаситель никогда, вот ради любопытства просто внешних наблюдателей, не совершал знамений, то есть как бы на показ, демонстративно, а Он совершал из милосердия для тех, кто действительно в этом нуждался. И Господь, видя их лукавство, Он разбивает в пух и прах их планы, а каким образом? Он на вопрос отвечает вопросом. Он сказал им в ответ «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» На самом деле вот в этом вопросе уже содержался ответ на вопрос фарисеев, точнее первосвященников, книжников со старейшинами. Они спрашивают, какой властью, а Он говорит, а вот крещение Иоаннова, оно было от Бога, то есть небес, то есть от Бога, от небесного нашего Бога Отца, или же от человеков, то есть просто человеческие какие-то измышления. А почему Спаситель так говорит? Да потому что служение Иоанна, Притеча, оно было неразрывно от служения самого Христа, и Иоанн Притеча, он свидетельствовал о Христе, говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И вопрос Спасителя ставит их в тупик. Они же, рассуждая между собою, говорили, если, скажем, с небес служение Иоанна, с небес, то скажет, Он скажет нам, почему же вы не поверили Ему? А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу вам, какой властью это делаю. То есть Господь, Он, как бы, очевидно уже перед всеми показал правоту своего утверждения, и эти вот старейшины, они оказываются в тупике. И для того, чтобы, как бы, показать, вот, духовный смысл происходящего, Спаситель после этого произносит притчу о злых виноградарях, так она называется. «И начал Он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время». Под виноградником подразумевается богоизбранный народ, а вообще виноградная лоза, она требует все время какой-то заботы, внимания. То есть нельзя просто ее ставить, как, ну, как бы, дикий такой виноград, который сам по себе растет, и непонятно, какие ягоды приносит. А вот виноградная лоза, которая, вот, дает прекрасные ягоды, она требует много заботы. И вот в свое время сам Бог, он для этого что? Он Авраама из халдийской среды выводит, да, призывает к особому служению, приводит землю обетованную, обещает произвести от него народ. Потом, конечно, потомки оказываются в Египте, но и оттуда выводят. И Господь вот постоянно оказывает такую заботу, и вот этот виноградник, он произрастает, а надо, чтобы кто-то заботился, да. И это законоучители, это вот те самые старейшины, книжники, те, которые должны были переписывать закон, изучать его, объяснять людям, растолковывать. И вот тут какая еще мысль в том, что вот хозяин, он отдает виноградник, как бы в полное такое распоряжение вот этим виноградарям. И получается так, что вот людям дается вообще много свободы на земле. И человек, он является как бы таким полновластным хозяином своей жизни, чтобы он до конца проявил себя. Вот ты сам-то чего хочешь в своей свободной воле? Хочешь добра или зла? Готов ли ты добровольно откликнуться на Божий призыв, или ты хочешь отвернуться от Бога? То есть все сотворены по образу Божию, и вот свобода – это божественная черта в человеке, неискоренимая поэтому. Но именно эта черта, она позволяет человеку проявить себя как угодно. И иногда, вопреки всякому здравому смыслу, то есть человек – это не какой-то механизм, да, что как робот, который завели, и он выполняет программу, вот. Но и такой робот, он, собственно, жизни не имеет. Человек руководствуется не просто какими-то инстинктами, а человек – это существо как бы надприродное. Мы окружены кучей всевозможных и физиологических потребностей, да, и снаружи могут быть какие-то внешние обстоятельства тяжелые, но всегда есть возможность у человека быть выше этого, потому что есть свободная воля, да, и благодаря ей люди как раз и достигают небесного царства, достигают высот богообщения. Но из-за этой же свободной воли люди могут впасть в глубины греха. И вот виноградари, они свою волю, к сожалению, направили к козлу. То есть они посчитали, что виноградник, он, раз хозяин как бы милостив, да, особо там с них не взыскивает, не ругает, а просто вот просит, чтобы они вовремя приносили плоды, и они решили воспользоваться как своим достоянием. То есть нам поручено, ну, значит, это как бы наше полностью. Решили присвоить себе. И в этом был как раз грех. И вот что получается. «И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем». То есть вообще ничего. Хозяину винограда, виноградника этого, они вообще ничего не дают. Все забирают себе. Вот так и руководители иудейского народа, к сожалению, поступали, потому что, получив власть через закон, да, вот как бы зная закон Божий, а люди подчиняли закону Божию, они пытались как бы себе подчинять людей, а не приводить их к послушанию Бога. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того изранив выгнали. А кто вот эти вот слуги, хозяина, которых он посылает постоянно к виноградарям? А это пророки. Это непосредственные служители Божии. И действительно, если посмотреть всю священную историю, то оказывается, участь пророческая, она была очень неблагоприятна, вот, ну, в плане земной жизни, постоянно их там отвергали, побивали, многих убили, вот пророк Исаия, Иеремия, пророк Захария, они все были убиты. И вот это имеет в виду спаситель в данной притче. Но пророки, они только как бы пытались подготовить людей. А дальше что? «Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдяться?» Вот как раз в этом выражается, может быть, смысл евангельского благовестия, то, что Бог-Отец посылает сына своего возлюбленного, сына единородного, что, может быть, вот эти люди-то устыдятся. Но вот мне вспоминается, как один из античных философов, к сожалению, не помню имени, но он говорил примерно так. Это еще вот до Рождества Христова, он говорил, что вот если бы истина решила воплотиться и принять облик человеческий и жить на земле, то есть как бы чистая небесная истина, то люди не просто бы отвергли ее, а люди подвергли бы истину самым страшным истязанием и постарались бы ее просто убить, потому что сами люди преданы лжи. Когда внутри тебя пороки, то присутствие рядом чистого, безукоризненного того, кто поистине живет, это как бы укор твоей испорченной природе, и тут либо ты исправляешься, либо постараешься устранить того, кто служит тебе укором. И действительно, когда истина пришла на землю, вот эти философы античные, они тоже это прозревали, что люди не могут понести явление истины, и когда истина пришла на землю, то люди распяли ее. Да, вот, но виноградари, увидев его сына, рассуждали между собой, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И выведя его вон из виноградника, убили? И ведь на самом деле Спаситель здесь предсказывает то, что произойдет через несколько дней. Вот я напомню, что все эти беседы, это же в течение фактически вот недели до Страстной Пятницы, потому что был вход Господень в Иерусалим, потом вот Спаситель там кого-то исцеляет, да потом вот эти вот старейшины приходят. И вообще считается даже, высчитывается примерно, что это получается, что за три дня до своих страданий Спаситель в этой притче как бы выражает весь вот трагизм ветхозаветной истории и богоизбранного народа, который под влиянием своих начальников отвергает Сына Божия, возлюбленного, единородного Сына Божия, и выведя его вон из виноградника, ведь Спасителя выведут за стены Иерусалима, Иерусалим как бы богоизбранный город, город благословения, и поэтому тот, кто выводится за стены города для казни, он как бы как проклятый, как отверженный, как не наш, то есть ты несешь на себе клятву. Вот апостол Павел об этом и писал, что Христос стал за нас клятвой, понес вот это как бы отвержение для того, чтобы искупить наши грехи, а из-за того, что злоба людская, она просто зашкаливала и не могла потерпеть рядом с собой чистое добро, и Спаситель в этой притче о злых виноградарях фактически предсказывает, что все это завершится убиением Сына Божия. Что же сделает с ними господин виноградника? Ведь на этом же не закончится, они утратят свою власть, они все потеряют, и он говорит, придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. То есть прекратится фактически вот это ветхозаветное священство, потому что служители алтаря ветхозаветного оказались недостойны, отвергли Сына Божия, и ждет их действительно погибель. Не прошло и сорока лет, как город Иерусалим, он был разрушен, и храм разрушен, как бы упразднение фактически ветхозаветного вот этой религии, богоустановленной, потому что нет уже у них ни священства, ни первосвященника, нет у них богослужения, так как упразднены жертвы, нет у них храма, но зато виноградник вручается другим, и христианство становится новым Израилем, как говорит об этом апостол Павел, и вот во время православного архиерейского богослужения, когда именно епископ совершает литургию, то там в один момент, когда он осеняет присутствующих в раме, он говорит, «Господи, призрис небесе, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и». «Его же насади, десница твоя». То есть виноградником уже называются сами христиане, как бы новый Израиль, новый завет, он неразрывно связан с ветхим заветом, но виноградником становятся те, которые приняли сына Божия, уже воскресшего, не только пострадавшего и воскресшего, а от злых виноградарей. Конечно же, достояние это отнято. И вот самое интересное, что когда Спаситель произносит эту притчу, вот посмотрите, он говорит, что они выведут, совершут вот это злодеяние, а господин виноградник, он что сделает? «Придет и погубит виноградарите, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали, да не будет». То есть, вот эти первосвященники, книжники, старейшины, они поняли, что про них говорится притча, и тут они уже не скрывают себя, своей злобой, сказали, да не будет этого. Они не возражают против того, что они готовы убить сына, как эти злые виноградари, но для них главное, чтобы виноградник не был у них отнят. Поэтому говорят, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное? Как бы он отвечает на вот эти слова, они говорят, да не будет, а он отвечает, что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И краеугольный камень, иудеи, они знали из Писания, из псалмов царя Давида, что это и есть Христос, да, то есть камень, камень краеугольный буквально, это что? Ну вот когда в древности дом строили, то камни по углам, не было, конечно, бетонных фундаментов, но там, где вот там бревна, вот или там еще что, в общем, чтобы стены держались по углам, то ставится камень, который как бы сразу две стены удерживает. И потом святые отцы, кстати, толкуют это, что вот этот краеугольный камень, который принимает и уверовавших из иудеев, ну вот апостолы, допустим, они уверовали, первые епископы, вот первые декана, а вторая стена это язычники, то есть иудеи и язычники, которые принимают Христа, вот они опираются на краеугольный камень, на самого Христа. И в принципе, из ветхозаветных писаний люди и книжники понимали, что речь идет о Христе, но не совсем понимали, как это именно произойдет, что как Господь свою церковь создаст и она всех объединит из разных народов, но при этом Спаситель ведь что еще говорит, что всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А это что значит? А вот падение на этот камень это как бы преткновение, то есть притыкание, и тогда человек падает. А на чем притыкались? А притыкались они, видя смиренный образ действий Христа, его кроткий вид, он не был властительным, не был таким статусным, сыновитым, не поражал внешними какими-то регалиями, не был он подобен, конечно, ни императору, ни Кесарю, ну, одно и то же, конечно, ни Августу, ни Тиверию с их злыми и гордыми нравами, не был он подобен тем учителям, которые были, и он вел себя очень смиренно, и некоторые притыкались, они думали, ну как так вот этот Мессия, как Мессия может быть таким смиренным и кротким? И, кстати, когда Господь входил в Иерусалим, вступал, то многие на чем приткнулись? Вот его торжественно встречают, и никто, кстати, не может воспрепятствовать этому, никто его не останавливает, он входит в храм, он изгоняет вот этих торгующих, и начальствующие лица, они просто слабы, а дальше-то что? А дальше, а ведь Христос-то, он приходит, чтобы жертву искупительную за людей принести, и через это открыть вот царство, и в этом смысле он царь. А они-то думали, что он вступает в Иерусалим, и что вот так торжественно, войдя в храм, он сейчас сам станет царем, сначала над самим Иерусалимом, потом покорит все народы, а Христос продолжает вести смиренный образ жизни, и вот люди притыкаются, и говорится, что всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, то есть получит некие раны, но как толкуют святые отцы, все-таки для таковых людей, для них еще остается возможность покаяния, что даже, ну, как бы упали, там расшибли себе лоб, но можно подняться, можно залечить эти ушибы, а вот есть второе, значит, всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит, и вот это уже второй случай, он намного хуже, а что имеется в виду? имеется в виду явные богоборцы, которые отвергают Христа, ну, вот, допустим, Юлиан Отступник, который, вступив в правление в 361 году, объявляет себя открыто язычником, значит, там был до этого Констанций император, вот, и он уже на смертном адре, и вот Юлиан объявляет себя императором, Констанций не знает, что делать, и умирает в итоге, может быть, от сердечного приступа, а Юлиан, он пытается возрождать языческие храмы, он открыто смеется над Евангелием, запрещает христианам учиться в школах, он, кстати, Юлиан Отступник пытался восстановить и даже огромную сумму субсидировал на восстановление храма Соломонова в Иудее. И вы знаете, все, что он пытался сделать, рухнуло. Более того, он достаточно быстро, не прошло и двух лет, как он погиб в Персии, когда туда направились, для войны с перцами, а христиане все молились о спасении империи от такого языческого правителя, и, в общем, войска Юлиана, они доверились путеводителям, которые из среды перцев были, ну и те завели их в такие безводные места, и войско страдало, и потом в один момент персидские воины нападают на войско Юлиан Отступник, он сам выскакивает из шатра, и тут же был поражен копьем, и, умирая, по преданию он воскликнул, «Ты победил меня, Галилеянин!» Вот так он галилеянином и уничижительно называл Иисуса Христа, потому что Спаситель в основном проповедовал на территории Галилея, и только вот изредка появлялся в Иерусалиме, и вот этот богоборец все равно ничего не смог, и каждый богоборец рано или поздно погибнет, то есть погибнет как бы от падающего на него сверху камня, и вот на кого он упадет, этот камень, того раздавит, богоборчество не устоит. Ну, тут много можно и про революцию говорить, и про тех, кто пытался и устраивал вот эти вот и расстрелы верующих, и потом все сами они были расстреляны, и посмотреть руководители НКВД, как они сменяли друг друга, фактически все они были расстреляны сами, и поднимая руку на других, сами от этого же меча они погибали, и богоборчество непременно завершается гибелью. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. То есть, уже ситуация в каком-то смысле накаляется, и уже думали тогда схватить его, но еще, так сказать, не пришел час Господа, и они боятся, что люди слушают Христа, потому что слово искреннее, слово чистое, живительное, и вот Спаситель проповедует в храме, на самом деле, ведь храм для чего? Для того, чтобы люди приобщались к благодати Божией. А вот эта благодать, она от Христа как раз и исходит, и получается так, что в храме Соломоновом в то время самым, что было самое подлинное, самое такое настоящее, действительно, это вот именно Христос, который в этом храме преподавал учения людям, поэтому все к нему и обращались как главной святыне храма Соломонова, ветхозаветного храма. Ну, вот так получилось, что храм ветхозаветный, а уже в нем основатель Нового Завета. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы придать его начальству и власти правителя. И они спросили его, учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. На самом деле, говорят они так вот, лукаво это, а это ведь все видно. Даже мы бывает видим, как другой человек, вот он льстит кому-то, как он ну, лицемерит, человек угодничает, и лукавство, оно даже перед людьми раскрывается. А уж для Господа это было очевидно. И вот они какую-то же пытаются коварную вещь тут провести. Они спрашивают, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? Вот какой такой беспокоивший их вопрос. На самом деле, это была уловка. Почему так? Потому что для всех людей того времени было очевидно, что римское господство это внешний гнет и гнет со стороны язычников. И получается, вот, кому ты платишь подать, тому ты и подчинен, то есть подать римлянам, значит, римлянам ты подчинен, а римляне служат богам языческим. А языческие боги это бесы, получается, вообще ты вообще к ты кому служишь-то, если богоизбранный народ должен служить богу. Стало быть, не надо платить никакой подати. Было понятно. То есть, они пытаются как сказать, что вот ты скажи, что нельзя платить подать. И тогда тут же эти же вот вопрошавшие его лукавые люди, они бы донесли на него Понтию Пилату, что он выступает как революционер, как возмутитель порядка, потому что он пытается не спровергнуть римское господство. А если он скажет, что платить и подать, то тогда он дискредитируется перед лицом народа, потому что никто из народа не хочет быть под властью римлян. То есть, так скажут, они его обвинят, как выступающего против римлян, а если он скажет, что можно платить подать, то тогда люди от него отвернутся. Но тут ведь одно из двух, либо так, либо так. И как поступает Спаситель? Он же, уразумев лукавство их, сказал им, что вы меня искушаете. То есть, Господь прямо говорит, как есть. Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись. А динарий это, ну, в данном случае имеется в виду вот эта римская монета, на которой изображался император. В то время это был Тиверий, и там было написано Тиверий, сын Августа, Тиверий божественный, сын Августа, Август. Кстати, вот имя Август, это не просто вот имя известного императора, а это первоначально у язычников имя, относящееся к богам. Как бы Август, те, кто как бы умножает благополучие людей, божественный такой статус, и вот эта языческая божественность, она подчеркивалась, и изображение там императора, и сами императоры обожествлялись, и некоторые даже требовали, чтобы им приносились особые жертвы, их перед их статуями кадили, жертвоприношения совершали, и вот, то есть, на деньгах иудеев там не было такого, и у них изображалась только маслячная ветвь, кадильница, и лиц человеческих они вообще не изображали на монетах, и так вот он говорит, покажите мне динари, чье на нем изображение и надпись, они отвечали, кесаревы, он сказал им, и так, отдавайте кесареву кесарю, а боже, богу, вот кесарь, он что от вас хочет, денег, ну так, на этих деньгах он и изображен, так вот, и отдайте ему его образ, этому тиверю, отдайте его изображение, вам же оно не нужно, то есть вы же не поклоняетесь этому изображению, вы же не поклоняетесь этим деньгам, деньги для вас не главная святыня, то есть они от кесаря пришли, да, к вам в оборот денежные, вот ему и отдавайте, кесарь что хочет, ну хочет там тоже каких-то налогов, там имущественные бывали налоги, кстати, одно, один из вот этих лжемессий, он поднял восстание, потому что люди как раз возмущались имущественным налогом, то есть в зависимости от имущества облагались каким-то, какой-то там данью тоже люди, ну все это запутанные, конечно, истории, но спаситель говорит, он же кесарь от вас не требует вашей бессмертной души, он не требует от вас, чтобы вы в него веровали как бога, кстати, у язычников, римляне, они так и считали, что как бы римский император становится в статус богов, почему так? Потому что боги у язычников это кто? Это некие сущности, обладающие большей властью, чем человек, а император, он тоже обладает большей властью, чем обычный человек, то есть он уподобился языческим богам, поэтому они, язычники, относились к императору как в каком-то смысле божеству, ну богов у них много было, да, такие же они были порочные, грешные, развратные, императоры тут ничем не отличались, вот, но от иудеев никто не требовал религиозного отношения к императору, к кесарю, он не требовал бессмерт, он просил всего те же самых денег, на которых сам он был изображен, поэтому отдавайте смело, а вот божие отдавайте богу, и господь вот дал вам вашу бессмертную душу, поэтому душу посвящайте не греху, не разврату, не злобе, не гордыне, да, не зависти, а посвящайте чистоте, добру, справедливости всему тому, что от бога, господь есть любовь, и вот вы истинную чистую любовь являете, господь высшая милость, и вы являете милость, то есть божие приносите богу, и не могли уловить его в слове перед народом, и удивившись ответу его замолчали, тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресенье, и спросили его, ну, я тут поясню, что получается так, что, значит, вначале приходили первосвященники, но может быть не сами, а первые из священников, некие старшие священники, книжники и старейшины, вот у них ничего не получилось, потом, значит, вот эти вот лукавые люди, у других евангелистов они называются иродианами, иродиана это определенная партия сторонников Ирода Великого и его сыновей, которые, ну, политикане такие, значит, у тех не получилось, и у этих не получилось, и тогда кто? А тогда приходит уже саддукеи, вот саддукеи, это особое тоже такое течение внутри иудаизма, вы наверняка знаете, что они, они, к сожалению, они признавали Бога, да, но были, по сути, материалистами, то есть считали, что человек сотворен Богом только для этой земной жизни, поэтому пока он живет, то вот может пользоваться какими-то благами, и они отвергали воскресение, они отвергали бессмертную душу, и вот парадоксальным образом они признавали самого Бога, да, ну, как бы мир произошел, да, сотворил Бог, но только для земного. И вот приходят эти саддукеи, отвергающие воскресение, и спрашивают его, учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетно, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Ну, был такой действительно закон, что если у какого-то иудея вот нет детей, вот он умирает, а жена остается, как бы, да, то его брат может взять эту вдову, да, и дети, которые у нее будут рождаться, они считаются, как бы, детьми почившего первого ее мужа, и таким образом род его будет восстановлен. Но в реальности на самом деле у иудеев не особо часто исполняли эту заповедь, и вот из Ветхого Завета мы знаем, что Руфь, Моавитянка, ну как Моавитянка, потому что какое-то время она жила на полях Моавитских, вот, а потом, когда она возвращается, да, то ближайший родственник, он ее как раз не берет, потому что у него там вот умер мушка из той среды, из Моавитской, и вот, а когда возвращается, то ближайший родственник ее не берет, а берет более дальний родственник. И в целом не так часто обращались вот к этому закону, ну и понятно почему, потому что каждый хотел, ну как бы по своим интересам жить. И ну тем не менее закон такой был все-таки. И вот в Саддуке некую нереальную историю рассказывают, было семь братьев. ну это как притчу они как бы рассказывают. Первый взяв жену умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. То есть получается, что для Саддукеев, для них и небесное царство, и жизнь после воскресенья, это просто зеркальное отражение того, что сейчас есть в нашем плотском мире, где люди женятся, выходят замуж, имеют какие-то телесные отношения для продолжения рода. И они почему так задают вопрос? Они пытаются нанести некий удар по верованию в загробную жизнь, и воскресенье будущее, что ну как это так, что вот там семь же были, тогда кому же она достанется, если она через семь и прошла. Иисус сказал им в ответ, чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресенья из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресенья. И вот Спаситель, то есть вот Господь, Он приоткрывает для нас тайны будущего века, ведь это фактически такое прямое божественное откровение здесь, и Он говорит, что там не женится, не выходит замуж, потому что продолжение рода, оно нужно только там, где люди умирают, умирают на земле, поэтому и продолжение рода актуально для земли, соответственно, интимные отношения, смена поколений, а в будущем веке поколения не будут сменяться, и уже количество рожденных детей, людей, которые прожили уже там многие миллиарды, ведь, поэтому замысел Божий о человечестве он придет в исполнение и там вот как говорят и святые отцы, что да, люди воскреснут в своих же собственных телах, но в телах обновленных и преображенных, это будет именно телесная природа, но подобные ангелы, спаситель говорит, ибо они равны ангелам, и суть сына Божия, будучи сынами воскресения, и чуть погодя, вот кстати, пройдет несколько дней, спаситель сам на деле подтвердит эту истину, когда он сам явит воскресение, и в его телесной природе уже будет нечто ангелоподобное, то есть он проходит через затворенные двери, он может появляться, исчезать, ну в принципе для убеждения учеников он может вкушать перед ними пищу, но он не нуждается уже в этой телесной пище, то есть здесь уже обновленная, преображенная ангелоподобная человеческая природа. А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при Купине, то есть при вот том терновом кусте, есть в общем-то мнение, что это куст ежевики, да, ну, купина, которая была объята огнем и не сгорала. И, значит, Моисей показал при Купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. То есть если бы они просто вот умерли и все, и нет уже ни Авраама, ни Исаака, ни Иакова ко времени Моисея, то тогда зачем говорить, что Господь есть Бог их, если их вообще нет. А ведь душой-то они продолжают существовать, телом умерли, а душа бессмертна. И Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вот все, кто сотворен, сотворены для жизни, даже расставаясь с телом, они продолжают жить, хотя и не здесь. На это некоторые из книжников сказали, учитель, ты хорошо сказал. То есть увидели, что посрамили саддукеев, они же ведь эти партии спорили друг с другом, саддукеи не любили фарисеев и книжников, ну и собственный народ не любил саддукеев. И вот книжники отзываются одобрительно о словах Христа и уже не смели спрашивать его ни о чем. Получается, что вот они приходили с разными вопросами, пытались как-то его опровергнуть, а завершилось все тем, что слушающие расположились, даже из числа критиков, расположились Господу Иисусу Христу. И тогда уже он обращается к ним с вопросом. Он же сказал им, «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов, сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И так Давид Господом называет его, как же он сын ему. Спаситель пытается возвысить их представление. Ну да, конечно, все, кто изучал Писание, они понимали, что Мессия это сын Давидов. И было сказано, что царство Давида устоит во век именно потому, что явится потомок, который, вот как сын Давидов, как потомок царя Давида, явит уже царство вечное. Но это только человеческая природа Христа. Да, как человек он потомок Давида. Но ведь главное в чем? В том, что это Бог воплотившийся. Это не просто человек, с которым общался Бог, Иисус Христос, а это Бог, ставший человеком. У него есть человеческая природа, она воспринята от рода Давидова, но он предвечный Бог, всемогущий, везде присутствующий, всеведущий. И поэтому Давид, сам Давид, прозревая, что из потомков его будет Мессия, говорит, сказал Господь Господу моему, то есть, сказал Бог Отец, Господь Бог Отец Господу, то есть, своему сыну, и вот этот Сын Божий, он является Господом для Давида. Сказал Господь Господу моему, сиди одеснуя меня, высочайшая божественная власть, статус, сиди одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И в Писании сказано, что Господь вознесся уже в день вознесения и воссел одесную Бога, потому что у него, как у Сына Божия, та же царственная власть, тот же божественный статус, и этим обозначается сидение одесную. И когда слушал его, и когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся, они примут тем большее осуждение. Конечно, речь вовсе не в том, что длинные одежды сами по себе они укоризнены, это же не значит, что там в очень коротких надо ходить, или женщины в мини-юбках, дело не в этом, а в том, что они внешне изображали себя благообразными через свои одежды, через внешние жесты, но делали это вот напоказ, именно создавая некий образ, демонстративный такой образ, и в этом образе подчеркнутого благочестия они любили принимать приветствия других, занимали первые места на пиршествах, а по сути они поедали дома вдов, но это что значит вдовы были социально незащищенными группами и работы все, какие-то профессии, они были открыты в основном только мужчинам, и женщина не могла где-то устроиться, чтобы получать достойную зарплату, поэтому когда жена чья-то оставалась вдовой, то нуждалась в какой-то помощи, и в принципе при храме Соломоновом там организовывалось некое такое вот социальное служение, некие дела вот милосердия как бы, чтобы поддерживать вдов, но в то же самое время находились и такие вот дельцы, которые при этом говорили, что допустим чтобы их постоянно поддерживали, сами они должны допустим там и свое имущество отписать, отказаться от какой-то собственности ради ежедневного пропитания, и получалось так, что они теряли достаточно много, и вот таким образом поедали дом и вдов, и лицемерно долго молились, то есть произносили на показ свои моления, такие люди примут тем большее осуждение, вот от чего да избавит всех нас Господь. На этом, братья и сестры, мы завершаем рассмотрение двадцатой главы, которая свидетельствует о величайшей мудрости Спасителя, которые не могли противостоять никто своими земными какими-то хитросплетениями, в следующий раз мы будем рассматривать двадцать первую главу, если Господь нас подобит. Всего вам доброго, храни всех Господь! Редактор субтитров Корректору Продолжение следует...